В законодательной палате Вали Мачлиса состоялся очередной правительственный час. В центре внимания проводимая работа по обеспечению жильем студентов, обучающихся в вузах. На вопросы депутатов ответил министр высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан. Одной из наиболее актуальных проблем, стоящих сегодня перед высшими учебными заведениями Республики, является вопрос общежития для студентов. Причина в том, что помимо увеличения охвата молодежи высшим образованием, в Республике растет и потребность в общежитиях. Например, в 2017-2018 учебном году параметры приема вуза по очной форме обучения составили 66,5 тысяч человек. В 2020-2021 учебном году этот показатель почти удвоился и достиг 111,7 тысяч. Как видно из приведенных цифр, общежития, находящиеся в распоряжении высших учебных заведений, покрывают лишь определенную часть существующей сегодня потребности. Согласно проведенному анализу, на сегодняшний день численность студентов высших учебных заведений, нуждающихся в дополнительных общежитиях, составляет 149,4 тысяч человек. Чтобы покрыть эту потребность, необходимо построить 373 общежития на 400 мест. В настоящее время около 58 тысяч студентов проживают в 228 общежитиях. А также они проживают в аренде, либо проживают с родственниками. Депутатами фракции Адвард было предложено ввести разного вида субсидий для предпринимателей, которые выдают жилье для студентов. Депутаты задали вопрос ответственным лицам о целевом расходовании средств, выделяемых из государственного бюджета на ремонт, строительство и реконструкцию студенческих общежитий. А также строительство и организацию жилья для студентов высших учебных заведений в регионах по принципу государственно-частного партнерства. Как было отмечено, начинается строительство общежития для студентов за счет небюджетных средств в Каракалпакском государственном университете, Каршинском государственном университете, Андижанском государственном университете и Черчихском государственном педагогическом институте. Согласно инициативам главы государства, в целях строительства общежития для студентов ответственным лицам было поручено выделить субсидии высшим учебным заведениям из государственного бюджета. Кроме того, при изучении условий проживания студентов по принципу аренды также предусмотрено создание системы практической помощи путем разделения их на зеленую, желтую и красную категории. В ходе правительственного часа были даны конкретные рекомендации по дальнейшему развитию проводимых в этом направлении реформ. По итогам обсуждения была достигнута договоренность обеспечить эффективный парламентский контроль по данному вопросу.